До идолов дотрагиваться нельзя, позолота пристает к пальцам. В провинции окно заменяет театр и прогулки. Слова – это волочильный стан, на котором можно растянуть любое чувство. Быть дураком, эгоистом и обладать хорошим здоровьем – вот три условия, необходимые для того, чтобы быть счастливым. Но если первого из них не хватает, то остальные бесполезны. Вам случалось находить в книге вашу собственную мысль, но только прежде недодуманную вами. Какой-нибудь неясный образ, теперь как бы возвращающийся к вам издалека и удивительно полно выражающий тончайшие ваши ощущения. Высокопарными словами обычно прикрывается весьма неглубокая привязанность. Нет большего унижения, чем видеть голубца, преуспевающего там, где ты терпишь неудачу. В том-то и дело, что есть две морали. Есть мелкая, условная, человеческая. Она вечно меняется. Она криклива, она копается в грязи, у нас под ногами, как вот это сборище дураков, которое вы видите перед собой. Но есть другая мораль, вечная. Она вокруг нас, как вот эта природа, и она над нами, как голубое небо. Откуда нам светит солнце? Когда мы черним любимого человека, то это до известной степени отдаляет нас от него. Есть люди, назначение которых в том, чтобы послужить посредником для других. Через них переходят, как через мост, и направляются дальше. Если бы от наших страданий кому-нибудь было легче, то мы бы, по крайней мере, утешались мыслью о том, что жертвуем собой ради других. Когда кто-нибудь умирает, наступает всеобщее оцепенение. До того трудно бывает осмыслить вторжение небытия, заставить себя поверить в него. Все на свете обман. За каждой улыбкой кроется зевок от скуки, за каждой радостью горе, за наслаждением пересыщения, и даже после самых жарких поцелуев остается лишь неутоляемая жажда еще более упоительных ласк. Занятий у него не было никаких, и безделье еще усиливало его печаль. Созерцание этой женщины изнуряло его, словно аромат слишком крепких духов. Сердца женщин, словно ларцы с секретом, со множеством ящиков, вставляемых один в другой. Вдруг и встретится счастье. В один прекрасный день придет нечаянно, внезапно, когда в нем уже отчаялись. Ведь никто же до сих пор не сумел найти точные слова для выражения своих чаяний, замыслов, горестей, ибо человеческая речь подобна треснутому котлу, и когда нам хочется растрогать своей музыкой звезды, у нас получается собачий вальс. Субтитры создавал DimaTorzok